всех приветствую с вами я веган христолюб и сегодня мы с вами поговорим о коране а чтение корана и вообще ролик я посвящу мудрости знанием и мудрости немножко разные вещи вот мы обо всем там поговорим у меня на каналах собралось 4 комментария посвященные корану я их недавно так перечитал хотел чуть записать потом отложил и сегодня смотрел на дожде это русский сейчас канал youtube овский же раньше на телевизии был дождь это не проплаченной рекламой самих самого к ним симпатия поэтому я с удовольствием его рекламирует и скажем да и вышло интервью она не полная они по подписке на своем сайте дают доступ к полноценным роликам которые материалом у них есть недостаточно ютубом не хватает и вышел маленький отрывочек с ли я хиджакова интервью и там даже вырваны из контекста но все равно мне понравилась эта мысль и после нее я включил камеру и решил тоже все-таки записать и это то пока рано плюс еще кое-что сегодня был один комментарий на канале на одном из каналов и я решил все это в один собрать и записать такой ролик пока рано может быть будут еще ну значит буду еще записывать эти ролики я выкладываю на канале на котором вы сейчас и смотрите это видео это христолюб проповеди упеющего в пустыне вегана по сути это такая мини рекламы отсылка к моему каналу христолюб библия иные писания чтение библии иных писаний там я читаю коран я уже прочел публично читаю комментируем прочитал где-то половину наверное но по сурам это треть от количества но по объему они в принципе половинка рано где-то уже занимает и я ее осилил но надеюсь потихонечку это дело тоже закончить чувствую в этом свою миссию как всегда и вот как раз комментарии были по этому поводу на игры было у меня даже некоторые мысли были отложить думал под собрать когда-то может не при чтении но их может появляться много потом их не так много смотрят на меня вообще не так много смотрит на особо не так но хотя посмотрел есть просмотр там от 30 до 60 до 80 есть кто смотрит христиане не христиан там конечно есть комментарии надо видимо мусульман но редко и ничего такого вызывающего выпадающего в пока в мой адрес хотя кто уже смотрел эти ролики я даже из-за них записал тогда ролик что я в опасности по сути тоже и по этому вопросу что конечно кто услышит мои ролики по корану они еще покруче моих роликов о ветхом по ветхому завету да ну соответственно материалу как как контенту который ты читаешь да коран конечно вы ветхий за это близки конечно корану но коран еще побольше там а это про клилия хиджака мы вернемся в конце нет в начале сейчас я не скажу и в конце у нее в конце сейчас я не буду вам все это интервью даже те 10 минут которые посмотрел точнее пересказывать она говорит что я так сейчас вырву из контекста и даже то что я услышал это еще видимо вырвано из контекста что прям ролик резко отрыв прерывается игры там есть дальше какой-то разговор но я вам скажу это она горит типа вот в зале кто сидел даже интеллигенция на нее одна надежда но в театральном зале она сама прежде все театральная актриса да хоть она и в кино еще с советских времен снимается да все так знаешь задевают как-то как бы ну а кто мы то вот невелики театралы да что на нас нет надежды да что мир этот не сгорит во тьме то хоть как-то будет плавать на плаву хоть и и в мире лежащим возле плавающим в дерьме я по-другому даже перефразировал библейские фразы хотя сам я кстати театр люблю я очень люблю именно продавите такой театрал драм театр да я люблю то есть я люблю где живые люди я как-то не могу понять кукольные я не понимаю оперу там вообще это для меня оперетта или даже когда там как называется кто знает или оперетта да когда там что-то попал пытаются говорить даже танцуют я понимаю только драм театр да это когда люди такие без эффектов без ничего можно сказать вот просто театр мы ходили еще в школе начали как всех наверно сводили кто-то там какие-то билеты доставали родительские комитеты еще что-то да видите люблю пространные речи начали с корана но я хочу с вами сегодня об этом поговорить кому интересным это мой личный блог как я всем говорю говорю то что мне на сердце и вот в театр то мы начали тогда ходить конечно эта школа 8 9 класс потом старший класса 10 единственный мы уже пацанами побухивали мы могли в театр в театр походу в театр у нас уже сопровождались с этим прям в театре мы бухали мы прямо в пакеты из-под сока в кока-колу наливали бухло и и и низкоалкогольный типа пива и высокоалкогольный типа водки ну короче жуть были еще я был из кучки тех дебоширов которые конечно отрыв отжигали по полной но при этом классный руководитель класс уха как все называют да нам даже прощала все наши согрешения когда мы могли я представляете с виду как это смотрелось какие-то школьники там 8 9 10 не важно какой класс 11 там но все-таки среди таких элиты мы же ходили в общие какие-то это не прям школьный там нет на видео убрали билеты как я теперь понимаю в общем там обычные люди были разных возрастов то есть обычные сеансы и нам какие-то брали этим то есть мы шли чисто своим классом то что там вся школа в театр или там день театр как он нет и нам почему мы потом все время классу хуже с ума от нас ходила у класса что идем в театр все да какие театрал а для нас только что собраться мы так конечно понятно но это еще повод родители денег давали каких-то и на билеты и на булки но естественно эти булочки превращались в алкоголь и мы там да и мы в эти театр ходили правда но вы знаете даже уже в школе и мы прям в конце зал сидит великие театрал а мы встаем дети молодежь юноши и мы там хлоп и реально от чистого сердца и тогда в школе мне понравилось конечно у нас водили и как этот детский те как называется статью с театрю на зрители все вот это мне вообще не заходило куколь на у нас знаменитый тоже в воронеже никак я не воспринимал а вот даже мне не нравилось так скажем да понятно в соответствии с возрастом вот но все-таки это как бы ездите а вот драм казалось бы для взрослых но ведь я всегда был развит я не знаю как другим до моим сверстником причем я был самый младший в своем классе даже самым младшим потому что я был отдан на год еще раньше я единственно был в классе с 83 года когда основной год был 82 и даже у нас были наоборот переростки кто ну кто знает эту систему до наоборот 81 то есть я дружил многие мои друзья были с 81 но про там нас разница год и месяц там чисто формально я в январе они в декабре я в январе 83 в декабре там 81 да это по сути формально что нас два года разница по сути год и конечно мне нравилось я вот помню меня брали за душу игра актеров всегда вот эти глубокие мысли тогда я уже видимо ко всему этому был расположен и вот в принципе с этим все да так немножко рассказала себе и вот эти походы наши да и она вот сказала как бы это как бы возмущался но при этом чего возмущаться да я я не знаю даже что там дальше какой интервью было с хиджаковой но я понимаю чем на горю знаю хорошо это актрису ну хорошо в миру вот зрителей так ее жизни она сейчас часто где-то попадает в информационное пространство пространство со своими высказаниями топит за все доброе против всего злого не боится системы кто-то скажет возраст уже такой нас полно стариков которые и будучи стариками трясутся за свою судьбу да она молодец и честь похвала и поклон и вот по поводу корана это уже переходим к мудрости но я такое предисловие казалось бы не относящись к корану но и относящиеся не относящиеся сейчас вы поймете почему я так с этого начал ну а комментарии два прям так они называются зачем читать коран я для себя их там называю один про переводы корана казалось бы еще меньше отношений но я решил сегодня все зачитать что же пока не накопились чтобы их я их потом удаляю у меня они там в папочке их собирают скриншот как видите делаю сейчас чтобы не пропадали не терялись и когда мне вот на сердце есть вдохновение я отвечаю и и четвертый перевод что там было а по поводу диспута с мусульманином вот сейчас давайте все почитаем я на них отвечу книги ватчим она не не из кбк такой вот ник у человека кроликом как видите как раз по коранам текст который ты читаешь так далек от оригинала в первой главе кстати к первой суре к первой главе корана которая называется фатха произносится молитва которая оканчивается словами направь нас на прямой путь не так как те которые уклонились имеется ввиду именно христиане уклонились они нет ни на ту мельницу воду льешь дима ну во-первых я сразу просто в ответ отвечу что там имеется ввиду не только христиане потому что весь коран напротив прежде всего и против иудаизма из которого якобы по мне те же самых мусульман вышло христианство да поэтому они не неверными или уклончивыми называют кстати скорее куда из них там вообще особое отношение ну как особое в принципе они христиан от иудеев не отличают это иудеи по сути ближе даже за то же самое единобожие о чем весь коран и там просто фетиш поэтому единобожие поэтому я уже с книгами очмана автором чего там не знаю короче аватара этого не соглашусь это раз ну или поправлю по поводу на ту мельницу воду льешь я вообще немножко не понял что он имеет ввиду но наверно сейчас второй комментарии даст более развернутый ответ вот этого его тезиса по поводу перевода но я к и сейчас еще плюс такой вопрос будет давайте мы тогда это оставим до третьего или сразу тогда третий комментарий прочитаем и все-таки начнем с переводов надо нам менее значимый вопрос сначала вперед некий саша белов пишет какому там к второй суре тоже комментарий ну брат ты меня огорчаешь брать за образец перевод смысла в корана в стихах сейчас я вот как раз и скажу об этом и валерий иман попроб пороховой валерий иман пороховой в частности смысла нет нужен максимально дословный перевод только такой перевод может наглядно показывать изобличать всю тупость исламского лжеучения причем хочу заметить дословный перевод именно с арабского потому что верить переводчикам который в основном мусульмане не стоит никогда загугли перевод шамиля аля уддинова да он тоже из этих но его период как неудивительно наиболее честный и приближен к оригиналу по мнению знающих людей научные якобы чудеса в кура аням тоже не на досуге зацени муслими ими особенно любит выеживаться спасибо удачи не огорчайся как мне господь полагать на сердце так я делаю к 15 суре я уже в третий раз перевод меняю последний по рекомендации звонившего мне мусульманского богослова так он представился но как по мне так они все показывают так они все показывают суть корана и его идеи хотя поэтичность которая начал наверное самый неудачный ну уж как было так было я здесь в принципе саши конечно я согласен в чем во первых по поводу переводов у меня на тему перевода в библии достаточно роликов и если как говорится мое просто мнение понять вообще отношение к переводам то можно посмотреть мои ролики по переводам библии как ним относиться можно аналогию точно такую же провести их переводом и и к отношению к переводам того же самого корана со всех языков и неизвестно какой интерпретации что точно так же нет оригинала корана никто на самом деле вам а кто действительно вот такой открытый честный даже мусульманин изучающие когда-то мусульманство историю мусульманство может быть даже сейчас мусульман но если он честно скажет да где кто этот коран не способный аллахом никто не знает самые первые датировки вообще какой виде интерпретацию в бумажном виде рукописный через два века только вроде как а то и через там не 4 к 11 веку который якобы вот есть хоть в каком-то варианте после самих этих всех событий с мухаммедом и так далее то есть это естественно точно такое же писание составленное людьми чем богословами и основном сильным мира сего или богословами по и заявки да поэтому конечно просто я то плане конечно к себе не приму такие явные знаете выпады что я там что-то как-то коран неправильно подаю да ну единственно что я могу я с а я же не скрываю этого и конечно моя вовлеченность и мой мое избрание когда-то христианского пути было тоже не случайным это же не бездумным я рассказывал что одновременно меня призвал не иисус на путь истины а господь бог и об этом говорил прямо мне явился и он не никак не представился и евангелие христа как бога я выбрал не просто так я рассказывал что на этом восходе пути моей жизни начале пути жизни моей светлой покаянной я сразу перечитал все что только можно было суры коран библию пусть я всю ее невозможно был тоже прочитать ну хотя тоже я там прослушал отчасти вот новый завет я прочитал практически тоже осмысленный весь я избрал меня потянуло к вот христиан в евангелие да в частности меня поразил евангелие опять же все конечно библии вот я ветхий за это бросал то есть он также начинал с него потом бросал понимал что это слишком то же самое коран то же самое суры возьмите попробуйте их почитайте все то же самое увидите прям весь ветхий завет начинается да вот все цари и войне убийство все то же самое да и я избрал его не просто так и поэтому конечно же безусловно все равно моя подача того же сам в корана будет возможно менее качественный опять чем чем-то с кем меня вы сравните не с мусульманин же сравнить вы можете меня сравнить мусульманин богословом да вы можете сравнить мне только с таким же христианином которые коран может освещать ты может он там всю свою жизнь полагает на это может быть я избрав христианство конечно же мусульманство ста так скажем коран исследование его глубоко оставил потому что я вижу разницу сравните мухаммеда меня а мне как С одного прочтения хватило. Вот Евангелие Иисуса, вот Мухаммед в Коране. Что там сравнивать? Да, я понимаю, Моисея с Мухаммедом сравнивать. Два брата-близнеца. И сравните Иисуса хоть с кем-нибудь. С любой исторической личностью всей истории человечества. Не найдете подобного. И более того, не в плане разницы. Мне это нравится, как я вам всегда говорю. Добро и зло, и красота, и уродство. Это разные вещи, несопоставимые. Не то, что мне там нравится. Ну, кому-то Моисея, кому-то Мухаммед больше нравится. Это уже дело вкуса, да. Но они оба недалекие в святости люди. А другое дело Иисус. И не потому, что я авторитетно покорился Ему, как Богу. Нет. Он меня не страхом покорил, а своей сущностью, своей любовью, своей жизнью. Примером своей жизни, которому я захотел последовать. И поэтому, конечно же, я даже приступив опять к чтению Корана уже публично, я, можно сказать, даже не знал тоже, за какой перевод мне взяться. И я взялся, можно сказать, за первый попавшийся. Я даже этот поэтичный перевод, я даже, вот сейчас мне уже скажи, фамилию даже не вспомню. Там женщина, там кто переводил, я же не помню. Я почему-то решил с него, вот так мне на сердце легло, я решил с этого поэтичного перевода начать. Не знаю. Меня и самого, он меня поперек горла остановился. Потом я беру другой перевод, казалось бы, тоже с авторитетного, хорошего, там, исламского сайта хорошего, в плане, там, технологически составленного, вроде там все удобно, там, перевод такой, все. И потом был разговор у меня с неким, там, ладно, мы еще об этом вернемся, неким, там, богословом, который мне звонил. Но он видел мои книги, увидел на этом же канале Библия, книги Даниила. Он мусульманин, но вот его, они же общие пророки. И вот он увидел мои, или смотрел, или искал, его тоже все цепляет, книга Даниила, как многих, там, так называемых, христиан, да, изучает, там, эти пророчества, она же, и преизобилует этими всеми образами, символами, да, снами, откровениями Даниилу. И вот он увидел мои ролики, смотрел, и он мне там что-то писать стал, потом стал через WhatsApp общаться. Ну, в общении, сейчас я скажу, как у нас было, чуть попозже, когда четвертый комментарий прочтем с вами. Потом мы с ним перестали, естественно, общаться, я, естественно, с ним закусывался, сразу ему об этом сказал, что я буду кусаться. И он даже удалил все нашу переписку, как они все эти любят делать. Я ничего не удаляю, как раз пусть. Правда, она мне не за что там не стесняться, не скрываться. Вот, и поэтому по поводу перевода, уж какой есть комментарий по второй суре, к пятнадцатой суре, и опять же по рекомендации, вот, такого, искренне, по сути, я, конечно, о нем, что могу положительно сказать, такой искренний, по сути. Я его не видел даже вживую, возраст не помню, спрашивал его, нет, ну, и слышно по нему, и по интонации, он такой образованный все это, по знаниям в своей сфере, да. Он мне рекомендовал, вот, я ему сказал, что я вот, а я уже, по-моему, начал читать, ну, помню, что ты же ни одного ролика не выложил, я их только записывал. Я их записал сколько штук, чтобы потом по записи выставить. Я говорю, вот, ты их еще не видишь, но я уже их записываю к публикации, готовлю. И он мне порекомендовал, вот, там, определенный тоже сайт, там, перевод все это. И сайт еще, действительно, лучше оказалось того, мне понравилось тоже там качество. Тем более тот стал барахлить, там почему-то не включался, не отключался арабский этот шрифт. Было неудобно все это читать, и чтобы на камере, на, у вас на экране было. Я переключился, и я согласен, как и, вот, ты говоришь, Саша сказал, что, типа, как раз некоторых гадостей можно не увидеть, которые смазывают, там, и действительно, если перевод адекватный, никто там не пытается замазать, что-то ты это увидишь. Ну, уж какой есть, такой есть. Да, и я могу просто твоим советом уже после воспользоваться, вот, сейчас я говорю, там, наполовине, можно сказать, переключиться еще на эту рекомендацию. Можно, я тут, вернее, прямой этот, не то, что камень, а как раз добрый посыл, но это не суть важная. И я говорю, найдите мне хоть одного христианина на ютубе, кто читает Коран публично, чтобы меня с ним сравнить, какой он взял перевод, как он подает, как рассказывает, как сравнивает, чтобы я мог, прежде всего, тогда познакомиться с его контентом. Сравнить меня можно только с христианином, да, читающим Коран. А с кем еще? Поэтому, я к тому, что Саш пишет, ну, ты брат, слушай, ты меня огорчаешь. Брать заобразясь, перевод смыслов. Ну, найди, кто, покажи мне, кто тебя не огорчает. Или ты сам себя, ну, ты-то делаешь это. Я комментатором всегда захожу на страницу того же самого ютуба, может, он сам проповедник, может, у него канал есть, посвященный даже проповеди истиной. Да. Может, там какие-то другие ролики есть. Чем живет человек. Ну, я таких не нахожу, и в частности этого Саш. Сейчас я не могу перейти это уже скриншот из комментариев. Это надо искать. Я их пишу, я их давно уже достаточно сделал. Может, полгода назад. Ну, по названию можно найти, я суть, вы понимаете, да, сейчас просто при вас не собираюсь это делать. Когда-то я, помните, читал и вообще с прямой трансляции прямо с личного кабинета там переходила иногда, показывала, что, если там особенно меня тролли, что ничего за этими людьми не стоит сами, они с черным экраном, да, на мониторе. Вот. Поэтому вот так вот. Поэтому по поводу переводов, тут что я могу сказать? Ну, пожалуйста, если так будет угодно, я могу в этом плане и назвать себя дилетантом отчасти, да, чтобы не принизить, да, все-таки важность того творчества, что я делаю, контента, да, того, что я всех этих дел моих, вот, ну, конечно же, назвать меня, что я там в Коране специалист после своего там более десятилетнего христианства, нет, я уехал на кресле, я не ставил целью себе там в жизни, так скажем, мусульман настолько глубоко изучать это и мусульманство, чтобы там... мне очень легко с любым мусульманином общаться в том плане, допустим, христианства или мусульманства, истины или нет, и вообще что-то истинное и мусульманство, даже уберем христианство. Мне нет нужды мусульманина делать христианина, мне главное, чтобы он стал богом, святым, добрым. Поэтому я даже с любым мусульманином не буду... Вот сейчас мы дойдем к этому вопросу сдискутировать с позицией христианина, мне это не обязательно. Он начнет тыкать полно по поводу что там, недочетов псевдо-христианства, он будет, естественно, меня позиционировать с каким-нибудь... Ну ладно, давайте, кстати, плавно переходим, тогда этот вопрос разберем. Артем Кенельский, такой мне к 17-й суре уже писал, «Привет, попробуй провести онлайн-диспут с рядовым мусульманином». С рядовым, кстати. Не знаю, важно ли он это... Хотел этим подчеркнуть, с рядовым мусульманином, что там не опять ни с каким-нибудь богословом или еще раз обычным мусульманином. Да я не против. Я абсолютно открыт. У меня есть канал, так и называется, Христолюбь Веган. Беседы. Ну я его сейчас переназвал немножко, я продолжил беседы, встречи, что-то там. Может, я тут выкладываю реальность какие-то. Может, ко мне кто-то приезжает, может, я кому-то в гости езжу. Ну, в общем, беседы какие-то, да. Неважно, по интернету. Кто знает для меня этот формат. Я с него начинал на ютубе, да. Вот, поэтому... Тут немножко тоже не пойму Артемовского комментария в том плане. Да я не против. Я даже за. Просто помню, когда я начинал с этого формата, формат, кто знает. То есть, я сам, да, искал кого-то, даже нарывался. Естественно, какой посыл во Вселенную посылаешь Богу истине и всему миру, он к тебе и возвращается, да. То есть, я искал эти беседы, люди стали на меня выходить. Естественно, оппозиционерство, кто хотите, звоните, будем общаться, выкладывать или не выкладывая, общаться. И тогда это шло. Я постепенно от этого формата отошел, ну, потому что я стал уже вести свой блог, да. И много на что я ответил уже. Смысл какого-то диспута, дискусса, беседы, может быть, дебата. Поговорить о том, какие-то заткнуть моменты, которые вы, может быть, еще не обсуждали. Может быть, для какой-то ты выходишь, если на его канале этот диспут будет, да, он скажет, я у себя выложу, чтобы той аудитории транслировать. Ты понимаешь, что ты уже не ему говорил, он не согласится. Он будет пытаться тебя разоблачить, он будет думать, что он тебя победит и будет на своем укладе выкладывать. Может, так и будет до конца считать. А ты понимаешь, что если тебя увидеть на его канале, до кого-то голос истины дойдет. Даже ему будет казаться, что он тебя победил, в каком словесном диспуте, ты-то говорил слова истины, и они кого-то могли затронуть. Он даже не будет это знать. Но 10 человек услышат это, истину. Познают ее и перейдут на сторону света. Я бы на чужой канал, я бы пошел. А уже со временем я говорил, почему я потихоньку на нет свел беседы. Потому что если на эти вопросы я уже дал свои ответы, то когда мне человек пишет, я говорю, на какую тему будем беседовать, вопрос, у тебя есть вопросы или что, тебе надо ответы дать. Если это надо как бы ответ, ну вот, посмотри мои ролики, я ему кидаю. Что еще? Мне прибавить, убавить? Если он какие-то в ответ противоречия говорит, я вижу его противоречия, вот у меня и на эти есть уже. Потому что на многие темы с разных сторон были, сколько я уже в интернете, больше пяти лет, уже роликов на многие темы, некоторые темы, настолько обмусолены, вот именно, со всеми уже там вопросами, еще противоречия, кто противоречия свои высказывал. Есть, может быть, даже вот именно мои беседы или какие-то диспуты на этот вопрос. То какой смысл просто? Потому что, конечно, ад, особенно, если это беседы, чисто кто-то тебе с миром звонит, особенно в духе, может быть, в одном вы духе, вы просто вообще тоже для публики немножко друг другу изливаете душу, сорадуйтесь такому общему общению в общем мировоззрении. Такие беседы тоже я записываю, выкладываем. Да, для других свист надо, что вот ты не один такой дурак, есть еще такие же верящие и живущие по принципу любви ко всему Божьему творению. Да, тоже полезно, тоже назидательно. Да, такие беседы, конечно, вообще всегда, пожалуйста. Они самому нужны, самого подкрепляют, вдохновляют, утверждают, где-то, я говорю, подталкивают, то есть там какая-то апатия, депрессняк, неохота ничего записывать, с кем беседовать. А вот, извините, диспуты, кто их ввел, конечно, они кровь пьют, энергию тратят твое, здоровье, нервы, очень сильные. Знаете, особенно, большого желания, никто в жизни не хочет страдать. Никто в жизни не наслаждается от переживаний, от испытывания боли, да. я нормальный человек, если только не махзахист какой-нибудь, да, вот, и не садист. Поэтому я другим, там, когда кто-то видит, я в спорах, тоже очень горячий бываю в личных или вот в онлайнах, по телефонам, где угодно. Ну, у меня нет желания доставлять человеку боль, и сам я не испытываю наслаждения от боли, да, поэтому это уже вынужденная мера, что ты строишь такое недовольное, агрессивное лицо, повышаешь голос. Это не от желания происходит, это просто природно происходит в реакцию на то зло, которое на тебя идет, вот и все. Ты, по сути, защищаешься где-то, ну, или атака, кто знает, да, первая атака лучше защиты, да, или как там, нападение лучше защиты, вот, здесь из такого рода, как бы, да, и поэтому все эти онлайн-диспут, диспуты, дискусы, или как только не называют, когда вообще противоречия, да, там идет, вот, и что такое средовые, ну, это все такое себе, да, вот, я не против, как так, но вопрос, что, да, зачем, и кому это нужно, все, должна быть какая-то цель, вот, знаете, бессмысленные действия в жизни человеку нормальному не доставляет удовольствия, если я буду видеть конечную цель, хоть какой-то результат, хоть надежду на какой-то результат, я могу, я понимаю, что там аудитория, если он на своем канале выложит, я понимаю, там аудитория того человека, и ожидать там от чего-то, от той аудитории нет смысла, но, там может быть один человек, которому нужна истина, вот, и я ради этого сделаю, это очень важно, а уже просто так, вот, во-вторых, не так-то много желающих, это все тоже, знаете, вот тот человек, который тогда вышел в WhatsApp, я говорю, я говорю, публично, я ему сам, по-моему, предлагал, как всегда тоже, я говорю, пусть я послушаю, вот, более того, он не согласился, и, я говорю, удаляют все записи, я потом захожу, просто там была одна речь, его я даже сохранил, по поводу, когда мусульмане посылают киллера на того, кто оскорбил чувства мусульман, верующих, там, с какими-то кавикатурами, я эту запись сохранил, хотя он потом удалил все наши эти, вот, что действительно так, как это делается, я ее, может, когда-нибудь публично опубликую, вот, она у меня сохраненная, и поэтому не каждый побежит публично, все прячутся, таких, как я, людей немного, тоже, ну, конечно, в разных сферах, в политике, вы найдете, я говорю, люди действительно готовы говорить правду публично, готовы за нее пострадать, там, ну, все равно, это немного людей, немного людей, даже, вот, я говорю, на такие, знаете, свидетельства, хотя бы, добрые, что, да, я там, истину познал, спасибо, немногие готовы, даже, благодарность, там, свою публично озвучить, да, аватарки все скрытые, соцсети все закрыты, или тоже под всеми, там, липовыми картинками, с измененными именами, или чисто, этими, прозвищем, ну, поняли, да, всякими, там, никами, никнеймами, вот, что ты никогда не найдешь, что это за человек, вот, а уж, тем более, что-то там спорить, или еще что-то, вот, немногие найдутся, поэтому я-то не против, вот, так, ну, и возвращаемся, вот, к первому комментарию, так, ну, вот он, не на ту мельницу воду льешь, не понял, а зачем ты читаешь, вот, этот, книги, вотчмана, я сначала вам читал, первый комментарий, к первой суре, а теперь он уже к 11, не знаю, он до 11 дослушал, или нет, не понял, зачем ты читаешь, вернее, изучаешь, эту лживую книгу, и для себя-то ладно, опубликовать эти чтения с именем Христа, или христианина, цель какая в этом, ну, как раз, вот тут я, конечно, не понимаю такого, честно, комментария, вот, возможно, что, который он первый, это они у меня связаны, получились на скриншоте, так скажем, а сам ли он, вот эта фраза, не на ту мельницу воду льешь, и не понял, зачем ты читаешь, может, это, конечно, связанные мысли, однообразная, другая, потом расшифрованная, ну, я не знаю, как понять до конца, что человек имел в виду, если он имел в виду, что не на ту мельницу воду льешь, что я не туда, не тем людям это читаю, я вот про что я имею, зачем это христианам там, да, вот, ну, я немножко не понимаю, во-первых, изучение, я говорю, в Коран я так глубоко уж тоже, я его прочитал несколько раз, вот, переводы я говорю, на глазах экспериментировал, потому что я уже даже не помню, в каких я там читал, может, еще в каком-то другом, в свое время, я читал, сначала в электронном, я там слушал в электронном варианте, более 10 лет назад, и даже вспомнить не могу, где там, что, вот, потом я читал, и мне давали книгу, но я ее начал читать и бросил, буквально, там, несколько лет назад, кто знает, я там в Оренбурге работал, и у нас был татарин директора, мусульмайн, он мне дал, но я сам попросил, есть у вас, как вы считаете, вот как раз с такой позиции, какой-нибудь, Коран самый лучший на русском, он мне дал книгу, я ему вернул потом, при уезде, она у меня пролежала год, и я попытался еще раз, с другой уже, с другим мировоззрением, можно сказать, все-таки, через столько лет, духовного и телесного развития, еще раз прочитайте, меня не лезло, как вот, действительно, какую-нибудь пищу отвратительную есть, так и я не смог, вот именно, то есть, я для себя это уже не смог, это опять к вопросу, что, книги Вочмана пишут, типа, ну ладно, ты для себя, а зачем публично, вот как раз публично-то, для себя-то мне это уже не надо, для себя в третий раз, я даже не смог в себя это запихнуть, я пытался ее читать искренне, третий раз, целиком, это большая книга, такая же, как вся Библия, Коран, я попытался сначала, все, и я там, не знаю, сколько страниц осилил, невозможно уже такому, как я, ее читать, но, смотрите, Боже себе благословение, я читаю ее публично, то есть, есть цель, есть плод, ради которого я страдаюсь, как земледелец, как пахарь, как делатель Христов, есть конечная цель, я это делаю, Бог меня благословляет, уже, говорю, половину, можно сказать, осилили, в текстовом объеме, я говорю, ну, по сорам там, где-то до трети дошли, я надеюсь, Бог благословит, если есть его воля, мне-то это вот им не надо, вот, мы дочитаем до конца, многие, кто будет слушать, приобретут для себя большую пользу, потому что ты будешь христианином, тоже не только по названию, а будешь понимать, почему ты христианин, в сравнении с тем же самым мусульманством, и уже когда мусульманин тебя попытается вербовать, ты не будешь просто шарахаться, как такой невежественный христианин, да, и говорить, ой, да ну, меня там напугали, у вас страшилки, я вот не хочу, или вот видел таких мусульман негодных, а он будет тебе говорить, да нет, нет, это вот мусульманство, и мусульмане надо, как и в христианстве, отличать, ну да, бывают, недостойные представители, нет, ты уже все будешь понимать, что там за учение, и тебе не надо читать, тебе, конечно, тоже будет, если ты расскажешь, что ты раз прочитал, скажешь, да нет, как и в псевдо-христианских сектах, культов таких, православие, эклицизм, протестантизм, тебя тоже будет уверять, меня просто то же самое, уверял от богословов, и же с ним, несколько, у меня было разговоров тоже, что да нет, надо все с толкованиями, тоже на правильных тоже сайтах, с правильными толкованиями, все то же самое, культы всей религии одинаковы, ты сам не поймешь, все как всегда, да, ты что, сам Евангелие читает, сам Библию, ты что, очень умный, ну нет, она была для супер-богословов, Иисус там рассказывал, распылялся, на горной проповедь, да, я сам, представляешь, читаю, рассмышляю, делаю выводы, и живу по ней сам, без всяких богословов, да, я могу почитать кого угодно, я могу послушать, то, что ты считаешь, как и меня, но вывод-то будет делать каждый сам, потому что сам будет давать ответ за свою жизнь, вот, поэтому публично я делаю, как раз, с целью пользы, других людей, окружающих меня, вот, я убедился при общении, при знакомстве, при исследовании вообще этого мира, что мусульмане оказались точно такими же, как и псевдо-христиане, 90% из них никогда не читало Коран, точно так же, как псевдо-христиане, там, типа православных, католик, протестантов, никогда в жизни, там, Библию не читали, или Евангелие не читали, его там на русском, а слышали только на церковном, славянском, там, все то же самое, хоть только по праздникам, там, на Пасху, и Христос, воскресе, все, что они знают, точно такие же мусульмане, точно так же им запрещено, чуть ли не читать на родном языке, а на все там на древнеарабском, все то же самое выясняется, в плане никакого дела нет, он никогда его не читал, будучи даже мусульманами, будучи даже исполнительных, там, религиозных обрядов, намазов, там, все подряд молитв, да, никогда он там не углублялся, тоже не читал разные переводы, все оказалось то же самое, поэтому я уж, я еще и любому рядовому, как вот, тоже Саша мне советовал подискутировать, да я любому еще рядовому мусульманину фору дам, потому что я его хотя бы пару раз прочитал, да, вот, и я уверен, что если мусульманин, вот такой как раз рядовой, богослов там, конечно, будет злопыхательствовать, скорее всего, и извергаться на меня, да, вот, и с таким я буду, конечно, не с удовольственность, нужно будет, буду и диспуты проводить, да, вот, дебаты, биться, буду за истину, а с рядовыми, может быть, как раз какой рядовой, мусульманин увидит мои ролики, посмотрит, и познает истину, познает не истину собственного Корана, да, именем которого пророк, он так бы называется сам, мусульманин, там, да, ислам, вот, все это почитает, тем более я, естественно, говорю там о христианстве, об истине, о любви, о свободе, что Корану вообще чуждо, мусульманство, а это основа бытия, это закон и сущность, вот, так что я надеюсь, я объяснил, какая цель, вот такая, да, дать познание истины, возможности, или прям само дать познание, и мусульманам каким-то, вот таким рядовым, нерядовым, полумусульманам, считающимся мусульманами, христианам, утвердиться во многом, стать более вечно образованными, также, в свою очередь, по цепочке, они когда-нибудь могут мусульманину донести, да, это очень важно, ну, еще один подобный комментарий, уж его тоже зачитаю, в принципе, мы на этом хорошо идем, ролики стараюсь сейчас уложиться, это, хотя я себя не ограничиваю, действительно, так мой более-менее формат, 40 минут есть, мы уже, в принципе, по Корану заканчиваем, но кое-что я хочу в этом ролике вернуться, к Ахейджаковой, и вообще к знанию, и вежеству, и мудрости, ну, и Валентина Иванова, к 27-й суре, тоже мне писала, мир тебе брат во Христе, вот один только вопрос, зачем тебе этот Коран, зачем его читаешь, ты ведь христолюб, конечно, мы люди все, и да, ничто человеческое нам не чуждо, и даже любопытство, но, не находишь ли ты аналоги в том, и куда привело любопытство Евы, и да, даже если не из любопытства, ты читаешь Коран, то искренне прошу, ответь зачем, ну, вот отвечаю, уже я, в принципе, ответил, во-первых, по поводу любопытства, истинное, нормальное любопытство, оно человеку и ведет тоже, по знанию, не будь любопытства, ты так останешься невеждой, да, вот, в сравнении с любопытством Евы, во-первых, это было любопытством знания греха, прямого уже, по крайней мере, что там описано, да, и на эту тему, если вы хотите о Еве понять, мое мировоззрение, мировоззрение истины, то уж будьте любезны, обратитесь к чтению Библии, бытия, и всех моих проповедей, где вы увидите слово Ева, первородный грех, там что-нибудь такое, да, на вот этом канале, на котором этот ролик выйдет, или прямо Библию со мной, почитайте на канале Библии, чтения других писаний, вот, тут некорректно, немножко сравнение, моего чтения, вот, плюс я уже все это рассказал, не буду пережевывать, как у меня это было, это естественно как раз, я считаю, мой путь в этом плане был очень правильным, идеальным и естественным, меня потянуло, Бог не открылся мне, как Христос, как Иисус, Бог призвал меня, да, сказал купить Библию, не сказал купить Коран, я это много раз тоже рассказывал, но, меня влекло сердце взять и это открытие, Бог мне не противоречил, я открывал, как видите, слушал, изучал, и в этом, и тем более, с прошедшими летами, годами, смотришь, на это было все идеально и прошло все абсолютно правильно, то есть, меня за все эти года уже никогда не тянуло, мне того одного раза, я еще раз уже, да, это повторюсь, скажу, мне хватило прочесть там Суру, прочесть Коран, прочесть Новый Завет и понять, что я выбираю, прочесть там 8 шагов Будды, йоги, да, чтобы понять, вот это, то, куда я хочу, вот, кто из нас выше, образно говоря, в знании, в твердости, тот, кто ничего не знает, или такой, как я, который сознательно выбрал между истиной и ложью, это очень важно, я говорю, с Евой не путайте, там, что только под этим плодом туда не впихивают, это не любопытство никакое, это не просто какое-то яблочко на дереве, которое вот формально нельзя было трогать, это самое настоящее зло, которое нельзя было, причем ничто делать, не трогать, змей уже соврал, змей подловил Еву на то, что он сказал то, чего Бог не говорил, он уже прибавил, она на эту ложь согласилась, Бог разве не сказал, не трогай и не ешь, а Бог не говорил, не трогал, не ешь, не вкушай, Не становись одним, когда ты вкушаешь, в тебе это все растворяется. Не становись одним со злом. Не впускай в себя эту сущность зла. Прикасаться можно было. Вы можете читать Коран, но, конечно, если вы в него вляпаетесь в ислам. У меня есть люди, которые, у меня есть сестра, я до сих пор готов так назвать, которые столько лет мы вместе общались, которые душа в душу были. Она через 4 года в жуткую протестантизму вдаётся. Я больше ничему не удивляюсь, понимаете? И одно дело, она бы сходила и попробовала, или вляпалась бы и быстро выплыла оттуда. Засосала так, что... Ой-ой-ой. Опять же, мог я и запретитель, ещё кто-то. Я всех причин не знаю, как можно было в это вляпаться, по какому желанию, что там случилось. Но факт стоит с фактом. Не разлей вода были, как брат и сестра. Настоящие. Вот вам пример. Трогать можно? Можно. Я сам об этих сектах говорил. Я сам в них был. Ну так, душой я никогда так к ним и не прилипал. Но я практиковал православие, да. Я протестантизм практиковал. Пусть ещё меньше уже после православия, мне уж там хватило просто в пару сект сходить и всё. Был я и у баптистов, и поминаю, и как там, ну вы знаете, всё, да, там разные тоже есть. Как они там, не поминающие, не поминающие, а как у них там, отделённые, неотделённые. Был у таких харизматов очень слабеньких. У разных побывал. Мне по одному разу хватило сходить уже после того, как я уже вырос во всех этих вопросах. Да, после там трёхлетнего практики православия, искренней, искренней практики, с соблюдением всего бреда, что там, да, награждено, с изучением всего, так скажем, текстового, духовного, как они называют, наследия. Да, как видите, спокойно я от этого избавился и вышел, когда пришло время. Так что, по поводу невкушения и любопытства, надо стать совершенным. А если вы в раю будете держать сток на страхе, что выйдешь за оградку, как там в христианских религиях, сектах пугают, что за ограду секты выйдешь, и там дьявол ходит, как рыкающий лев, сожрёт тебя. Если вы, если вы, такой у вас уровень святости, это ничего. Вы свалитесь когда-нибудь, всё равно Бог вам попустит ситуацию, чтобы вас научить, чтобы открыть вам ваше сердце, внутреннюю сущность, вы свалитесь. Здесь твёрдый фундамент, когда человек точно знает, к сожалению или к счастью, это закон жизни. И вы знаете, я ещё до покаяния всегда всем говорил, я должен попробовать всё в жизни. Я не пробовал там тяжёлые наркотики только потому, что, или там тяжёлые грехи, не убивал никого, не разбой мне занимался, видимо, прожив не одну жизнь на этой земле, неоднократно ренкарнировав. Я просто уже всё это проходил, и уже для моей сущности это уже было неприемлемо. Я те опыты пережил, знаю горе, страдания и беды от этих злых дел. Мне уже это не надо было. Но то, что, видимо, ещё не утряслось и не прошёл, проходил ещё раз. И считал, что должен всё попробовать и решить для себя, это хорошо или плохо. И не пробовал лишь только то, потому что у меня, говорю, башки никогда не было. Я никогда никого не боялся, ничего. Никогда никакие авторитеты не существовали. Ну, только добровольно, если я там кого-то мог, так скажем, признавать своим временным учителем по жизни, когда кто-то выше тебя чего-то достиг. Ты не чему-то учишься, но опять же учиться. Учитель авторитет – это разные слова, разные понятия, разные субстанции вообще. То авторитетов у меня действительно никогда не было. Даже все учителя, которые у меня были, которых я почитал за учителей, но никогда их не возводил в ранг кумиров, авторитетов. Так что вот так вот. Это по поводу любопытства. Тут в вопросе сразу в комментарии, вот всё это как-то прям красной ниткой. Любопытство. Нет, это было не любопытство. Это было не праздное любопытство. Это искреннее любопытство, так уж если его назовём. Это жажда знания, жажда познания и твёрдой убеждённости, что вот там то-то. Я не гадаю, что там за этой стеной. А невежество, неведение порождает страх. За этой стеной может быть и дьявол, и ангел. И зайчик, который тебя оближет, поцелует. И лев, который тебя растерзает. Ты будешь жить вечно в страхе, не зная, что за этой стеной. Даже в раю. И ты в этом раю никогда не будешь счастлив. Я счастлив. У меня нету стен и нет закрытых дверей. Я всё попробовал, всё знаю. Я знаю, где добро, а где зло. Я знаю, человек пойдёт этим путём, он туда попадёт. Пойдёт этим, попадёт туда. Это очень важно понимать. Я всем вам желаю такого достигнуть. Ну и по поводу Корана всё. Уже 50 минут, 10 минут. Я думаю, мне хватит поговорить ещё на одну тему. Прямо сегодня. И, как видите, я вам даже с личного кабинета почитаю. Подписчик мой, зритель на канале. Вот как раз Христолюб. Чтение Библии иных Писаний. Ну, я сокращённо его назвал просто Библии. Христолюб Веган Библии и Писаний. Но произношу как Чтение Библии иных Писаний. И вот подписчик Человек. Под ником Человек. К последнему ролику я где-то уже 3 месяца выкладываю шортс. Так называемые короткие ролики на YouTube. Делаю какие возможности вместить в минутную дорожку звуковую. Какие там эпизоды хоть как-то заканчиваемые из Евангелия. Вообще хочу весь Новый Завет так зачитать. Что там помещается. Бывают притчи. Какие-то эпизоды не помещаются. Рвать я их не хочу. Даже длинные речи Иисуса, где можно что-то поделить. Я стараюсь поделить и так сделать. Плюс они их сейчас хоть как-то там показываются. Идёт небольшое развитие канала. Я надеюсь, что через эти шортсы люди будут и другие. Другой мой контент. Смотреть, познавать истину. Обретать полноту счастья. И не записываю я сейчас там свои чтения. Во-первых, сейчас к этому дойдём. Вся Библия записана мне на канале целиком. Вот пишу Коран. Даже начинал второй круг Нового Завета. Но пока это приостановил дело. Ну и вот этот человек мне пишет следующий комментарий. Сегодня, как видите, 6 часов назад. На время записи этого ролика. К такому вот шортсу Иисус Христос об оплате Госпошлини. Где ему там спрашивали платить налоги или нет. Но это вообще сегодня сейчас не имеет значения. Он мне пишет. Приветствую, Дмитрий. Жаль, очень жаль, что ты перестал снимать видео как раньше. Перестал смотреть твой канал. Он мне пишет. Ну я пишу привет. Но я решил уточнить. И в принципе я понял. Да. Претензии. Но я уточнил. Как раньше это как. Ну мало ли, что он имеет в виду. Он мне пишет. Раньше это долгие ролики. Ну вот сегодня часовой ролик. Интересно было слушать твои размышления. Ну во-первых, я говорю, каналов у меня много. Опять же, там по Библии. Кто-то наоборот Библию не смотрит. Смотрит мои вот чисто такие проповеди. Кто-то смотрит и те, и те. Кто-то может больше смотрит. Вот он вообще-то пишет на канале, где Библия. А возможно пишет. Но подразумевает мои проповеди в свободном слое. Более того, я на два месяца приостановил запись и публикацию. И вот на этом канале, на котором сейчас этот ролик смотрите, взял очередную паузу. У меня такое уже не первый раз. Были затяжные около года. Вот такая два месяца. Я ничего не выкладывал. На то есть свои основания. Какие-то причины, неважно даже какие. В один раз одни были, в другой раз другие. Могут повторяться. Не суть важной. Поэтому я уточнил просто, что он имеет в виду. И я уточняю. Раньше это как? Ну пишет. Раньше это вот долгие ролики. Интересно было слышать размышления. Ну я пишу. Но у меня более 500 роликов на канале, вот на котором вы сейчас этот ролик смотрите. Проповедью Христалюб, проповедью пищу в пустыне Вегана. И на этом канале, уже я про тот канал, на котором отвечаю, Библия, чтение Библии и Иных Писаний, целиком записана вся Библия. А это более тысячи роликов. Ветхий и Новый Завет целиком. И еще и апокрифы. Пусть немного, но тоже есть. Можно смотреть эти ролики. Я пока не встречал человека, который посмотрел бы их все. И вы знаете, действительно, когда я на Ютубе более пяти лет и записал как-то ролик тоже на своем основном, так скажем, канале о себе, я его выложил пять лет на Ютубе. И как я вам сегодня и про диспуты, вот эти беседы, я вам немножко опять вспомнили, поговорили. Конечно, когда ты только появляешься на Ютубе, я помню, через бесед это началось, я уже тогда стал замечать об одном и том же практически с каждым ты все это мусолишь и жуешь. Уже хотелось мне тогда руки, конечно, язык чесался уже начать записывать. То есть давать как бы такие, уже свои, давать ответы, формировать. Хоть я и те пропы, и те беседы всегда пытался там, помню, даже их нарезал, если мы на разные вопросы касались, старался правильно обозвать. Ну, картинки к видео я делал в основном наши лица, просто те, кто беседовали. Я уже тогда стал, и потом так и стал, выкладывать свои ролики уже со своими просто монологами, затрагивая все эти темы. Сначала я как раз и начал уже вот так просто в свободе слова, потом я добрался наконец-то, осуществил пожелание и понуждение сердца своего Бога, понуждающего меня в сердце уже читать и Библию целиком. Сначала снова завет, естественно, начал, с самого основного, с Евангелия, то есть чтение со своими комментариями. Помню, после Нового Завета у меня тоже получилась как раз пауза, там я начал Ветхий Завет и оставил. Год я ничего не выкладывал практически, как раз только на этом канале ролик в месяц выходил, так и то такое, чисто, знаете, выходил для своих, самому хотелось. И я тогда признавался, что у меня нету мира на душе и спокойствия на сердце от того, что я должен записать Ветхий Завет. И через год, поработав там, уйдя, отдохнув немного от Ютуба, даже так можно сказать, работая круглыми сутками, и через год я возвращаюсь и осуществляю, за год записываю весь Ветхий Завет, естественно, еще параллельно уже, это уже стало нормой, кучи проповедей записываю, в свободной форме пишу, в это же время записываю, и беседы всегда у меня, в принципе, продолжались, только я говорю, они на нет потихоньку, все сходили, сходили, сходили. И я просто, знаете, я вообще и личное общение вот такое свел тоже к минимуму. Когда-то я там много общался, и пытался и онлайн общинки делать, виртуальные, ну, по сути, потому что в реальности нас мало, и намышленников окружают. И те, кто находились в интернете, наоборот, вернее, виртуале, стали общаться, дружить, группы там я делал, общались, все это как семья, можно сказать, да. Потихоньку это все сошло на нет, потому что, ну, сейчас про общение я не буду, а вот про поводу, знаете, как его-то общение про истину, духовные темы, или пусть даже бытовые такие, пересекающиеся, потому что все эти, знаете, любят там отличать, духовная жизнь, недуховная, материальная, непонятная. Человек это вот я, все мое существо, и все мое проявление в мире, оно проявляется внешне из того, что во мне внутри. Вот, ну, так как у меня есть в видеоформате ответы на многие уже вопросы, многие темы затронуты, я стал людям скидывать очень часто эти ролики, вот таких личные переписи, когда мне кто-то пусть заново знакомится, или уже, ну, пусть сколько-то общаемся, он либо одно и то же пытается мне спрашивать, либо там, ну, разные причины, мы могли долго общаться, но он мог тоже мало смотреть. И вы знаете, вот это вот видео, я вообще недавно уже больше в личке говорил, ну, хотя я такое тоже высказывал, что, конечно же, чем дальше все это заходило, и вот уже на этом канале проповеди уже тоже около 500 видео, как я ему написал. Ну, я писал более 500, не суть важно. Там какие-то я некоторые уж совсем старые, там были, да и не суть, короче, ладно, важно, ну, 500 роликов там, да, я говорю, более 1000 на проповеди, а если взять все, не важно, те же там беседы, там, обо мне, все, что только нету, вот, из личной жизни на том канале, то я говорю, уже больше полторы тысячи роликов. Во-первых, ты реально, ну, я, ты, это я себе, да, ощущаешь вот эту уже исполненность, и вы знаете, вот сейчас даже два месяца я, так скажем, отдыхал, не считая вот этих шорцев, да, которые я выкладывал на Библии, эти эпизоды евангельские, ну, их все-таки тебя публично нету, и ты просто зачитываешь. Там, конечно, много времени уходит тоже на само производство ролика, но все-таки тебя нету, так скажем, твоей такой уж прям индивидуальности в них, вот как я свои видео выкладываю. И я эти два месяца, знаете, я мог, вот я вышел опять, только потому что огородно-сезонные все эти земельные дела закончились, наступила зима, не зря у вас на экране дата 20-12, и то я до последнего ковырялся буквально вот три дня назад, первый снег выпал, первые морозы, и все, я наконец-то, а так я до последнего ковырялся, там все, косил, грабил, пилил, там у меня большой участок, есть что делать, да, все, сейчас зима, и у меня в доме тоже, если в прошлом году там много дел было, в этом году ничего такого не будет особо, у меня, по сути, вся зима холодная, снежная впереди, и, по сути, даже от безделия я с удовольствием буду продолжать записывать еще проб, где есть у меня и на этом канале незаконченные, так скажем, дела, но опять же, я говорю, как бы я к ним не относился, то же самое, Коран там на Библии не записан, здесь на проповеди, как минимум, одна из тем, от которой я тяну уже долго, это веган, потому, не веган, потому что по веганству проповеди пишу, и хочу закончить, конечно, этот тоже цикл, конечно, что и важным, но, в принципе, если завтра я брошу, ни одного ролика не запишу, в самом плейлисте, а их я два собрал на канале, это веган во Христе, это все мои личные уникальные проповеди, вот на эти темы, и плейлисты веган по сердцу, где я чужие с ютуба, какие доступны, людей из разных мировоззрений, там, системы разного возраста, разного жанра, там, и песни, и стихи, и проповеди, и фильмы по веганству, да, так назвал, веган по сердцу, кого не устраивает там христианство, религии, или вообще не религии, да, то есть этих двух плейлистов, и в моем плейлисте уже тоже, по-моему, под сотню, там, или сто уже, или чуть меньше, чуть больше, около ста в каждом плейлисте видео, причем, как видите, у меня там тоже все они долго играющие, не по пять минут слушания, уже достаточно того, чтобы стать убежденным веганом по любви к животным, познав истину, да, вот. И я к чему веду-то, и знаете, когда мне, я понимаю, что я сам, я, я, не то, что могу, я так и делаю, всегда себя на чужое место ставлю, кого-то на свое ставлю, да, я понимаю, по поводу того единственного, кто даже с любовью ко мне относится, и я сам некоторых блогеров, кого люблю, там, слушать, несмотря на то, что он уже говорит одно и то же, если мне этот человек люб, дорог и мил, приятен его голос, да, как песни Соловья, конечно, мне хочется слышать его ролики, хочется слышать именно новые ролики, человек меняет, я сам замечал, смотри, какой-то старый ролик, уже что-то такое отстраненное, как будто это не он, потому что он сегодня другой, особенно если ты лично с этим человеком общаешься, и ты не случайно попал на его ролик, когда ты его уже знаешь, это все равно, что, ну, взять там, да, ребенка послушать тоже, да, потому что, конечно, человек там возрастает, еще что-то, и это имеет значение. Да и просто, когда вы смотрите, конечно, вообще свежий выпуск на канале кого-то, ты понимаешь, что это было, может, пять минут назад, и то, тот, кто смотрит, понимает, как будто это вот сейчас я с вами прям вот сейчас говорю с тобой, хотя я эти ролики мне многие там отвечают, я могу через неделю, когда я там много записываю, у меня там даже стоит, выставляю там время, а публикация, оно бывает через месяц, и мне там что-то спрашивают, а я уже могу и не помнить, что я там конкретно, а он мне там в комментарии пишет такое ощущение, что я вот сейчас с ним разговариваю, и прям буквально понимаю, о чем он мне там пишет, почему я там говорил, что комментарии должны быть прям полноценными, сказать, в какой минуте, может даже чуть ли не произнести, что я написать сказал, и что ты хочешь мне ответить, или взять вопрос, или там протестовать, потому что так просто, а вот ты там, я даже не понимаю, к какой минуте ты что услышал, что тебя зацепило, это ты сейчас меня слушаешь, если бы мы с тобой реально общались, ты бы прям тут же прервал бы, как любая беседа происходит, и что-то бы вставил свои пять копеек, а так уже этот комментарий, я не могу просто так распознать, о чем там, ну некоторые понятно, есть комментарии, а вот много таких, которых ты даже как бы не можешь прилепить, к чему они, даже к этому ролику, ты так пытаешься к названию прилепить, что могло, додумываешь там, что человек могло зацепить, вот, но при этом, вы знаете, я специально записывал ролики, и для меня они все важны, в том плане, они уникальны, и уникальность их до второго пришествия Христа не утратится, Библию читают тысячи лет, уже не одну тысячу лет, во всех временах, во всех народах, всяких полов, всяких званий, социальных статусов люди, вот, достаточно того, даже одного круга, как я говорю, который я записал, Библию, сельском ветхий, и Новый Завет, неважно, запишу я второй круг, Нового Завета, конечно, Новый Завет, второй круг будет отличаться от первого, по разным критериям, кто уже начинал смотреть, я сейчас, что тоже не буду, разглагольствовать, затягиваю уже этот ролик, вот, я там говорил, в чем будет отличие, кратко, что там будет много о веганстве, все равно уже во втором чтении, чего практически не было в первом, там читаю сразу в двух переводах, одновременно, в синодальном и новом русском, и так далее, да, то есть, уже плюс просто года прошли, сам я меняюсь, прошел определенный опыт, там, этих общин, пусть виртуальных, да, общения, еще сколько лет, вот, проповедь просто людей, которые, кто-то обращался, отвалился, ты все это переживаешь, ты даже сам будешь считать, конечно, по-другому, да, конечно, сколько мне открылось, сколько там лжи, неправды, переписки, умалчивания, наоборот, добавления, в том же самом Новом Завете, и это есть такое, и это все бы я там показывал, но если даже я не запишу второго круга, уже на душе в этот раз, у меня мира, на сердце покой от того, что я в жизни сделал, и вот это мое творство, мои труды, они не напрасны, и знаете, это единственное, чем я в жизни хожусь, ну, по поводу личной жизни, каких-то личных добрых дел, которые ты каждому делаешь, и делаешь людей счастливыми, горжусь, я сейчас в хорошем плане, ты любит это слово тоже, гордость может быть и хорошей, по сути, это как бы синоним радость, ты можешь употреблять, можно радость, из кого-то коробит слово гордость, да, это то, о чем я думаю, у меня, как это говорят, душа расширяется, свет, мир, радость, веселье на душе, да, вот, от этого, да, когда я думаю, что кому-то я помог, кому-то сделал добро, кто-то улыбнулся, благодаря тому, что я что-то сделал, подал ему 10 копеек, сказал доброе слово, открыл истину, я сам улыбаюсь, сам я счастлив, сам я, а в душе я танцую, есть такой фильм, рекомендую посмотреть, вот, может немножко вульгарный, но кто чистому все чист, найдет, где там мед собрать, и где от какашек отстраниться, вот, мне просто фраза понравилась, вот, и поэтому, когда я, знаете, кто-то мне вот что-то такое, бывает, тут не факт, что это человек, такой ник, человек, человек, да, хочется его по имени назвать, чтобы он понимал, что я к нему, в принципе, он мне ничего плохого не написал, по-моему, он написал хорошие комментарии всегда, я не всех, тем более вот так, когда без лица, без каких-то уникальных, пусть даже родных, там имени, фамилии, они не так часто повторяются, где-то с кем-то, да, я не могу всех запомнить, вот, и, когда мне пишут, что вот как бы, про контент, или вот даже, какие-то, ну, что-то меня там, пусть даже в плохом смысле, я говорю, слушай, а ты много посмотрел меня, и я, давайте, ладно, сейчас уже не об этом, последнее, что я хочу сказать, это по поводу, ролик вообще Корану посвящен, да, ну, ладно, по поводу мудрости, вы знаете, человек, который, я, кстати, что в новом, что в этом завете, я в предислое всегда говорил эту фразу, скажу я сегодня здесь, может она кого-то зацепит, я тогда говорил, что прочитав со мной, со мной хотя бы вот один раз, этот ветхий, новый завет прочитав, ветхий завет, вы никогда не останетесь прежними, я убежден, кем бы вы ни были, вы можете кричать и вопить, вы можете спорить со мной, вы можете соглашаться, удивляться, вы будете поражены, шокированы от того, что вы будете слышать, от того, что вы раньше-то вообще, глядя в книгу, видели фигу, не видели многих вещей, но вы точно не останетесь такими, как были, и все, что вы услышите, а там будет правда, она все равно засяет у вас в сердце, как кто помнит, тоже мне звонил один, могу его уже братом назвать, он христианин, и стал все-таки веганом, много лет тоже меня, как говорит, тогда мы записали, я выложил мне по телефону, звонил мне с самого начала, как он рассказывал тоже, как он принял веганство, сколько лет меня слушал, вот так же, ненавидел меня, но всегда, когда он кушал, мои слова звенели у него в ушах, и он пытался меня всячески унизить, сам в себе, да там, скажем, да что он несет, да как он смеет, да что такое, он говорит, ну вот через 6 месяцев, помню, рассказывал, полгода прошло, и говорит, возвращался иногда к моим проб, потом опять удалялся, закрывался, и вот стал веганом, да, мы близко вообще сейчас тоже не имеем, я надеюсь, он стоит твердо, на этом основании, семья потихоньку, ну, детей, по-моему, в это тоже, во все, жену, по-моему, говорит, жена противилась, там, говорю, ну, он надеется, что она все это примет, вот, но мне его свидетельство тоже было очень важно, уникально, как он христианин, баптист, вот, и он рассказывал, как это, я ненавидел тебя, да, все это вот говорил, ты все это, и я, и конечно, когда потом ты на другую сторону становишься, ты удивляешься сам на себя, ты конечно себя видишь уже, в тех, кто стоит по другую сторону, отчасти их сожалеешь, понимаешь, сожалеешь, но ты уже по другую сторону, ты уже им враг становишься, но ты понимаешь, что когда-нибудь они покаятся и станут тебе лучшими друзьями, вот, это было великолепное свидетельство, и, вот, прочитав со мной ветхий, но, за это, какой бы я там ни был, пусть я чуть меняюсь, пусть я там уж быть моложе, уродливее, или красивее, наоборот, это не важно, красноречивее или нет, славьяния или нет, но, то, что вы со мной прочтете, ветхий новый завет, вы никогда не пожалеете, не останетесь прежним, если вы со мной прочтете, теперь, все-таки, ролик, посещаем Корану, Коран, вам все станет сразу ясно, про мусульманство, христианин, я убежден, что после прочтения, это вот опять, в ответ на эти комментарии, да, что зачем, особенно христианину, зачем христианам, что вы христианин, только христианин, христианка только утвердится, а мусульманин, хотя бы задумывается, а может быть, я повернется, дело даже не в христианстве, потому что я говорю о христианстве, как об истинном, ему все равно никуда идти, в плане культов не придется, главное повернуться к истине, к любви, к свободе и к бессмертию, ну ладно, у мусульман единственное, что там нет проблем, это с бессмертием, там их в этом убеждать придется, вот, и вот это вот вежество, сделает вас, вот это вот, а то вырывать, конечно, вы мне можете сейчас в комментариях опять этой глупости накидать, вырывая фразы из той же Библии, да, мудрость там, огорчает, да, доставляет, много мудрости, много печали, вот, не надо мне все цитировать, я все это, да, знаю, это речь не о том, вы вырываете из контекста, вот именно вот эти добрые знания, мудрость, которую вы через них потом обретете, применяя эти знания, да, к своей жизни, в разных сферах, даже в устной, в общении, вы все это поймете, вот, для меня очень чудной христианин, который там Новый Завет не читал таких, не знаю сколько, процентов очень много, псевдо-христианстве, про Ветхий Завет я вообще молчу, но уж сами вы не можете, яд за вас и читаю, вам только на кнопочку нажать, хотите смотреть, там тексты есть на экране, какие-то небольшие иллюстрации, хотите, слушайте, как угодно, и когда говорят там времени нет, нет желания, время найти можно всегда, найти может время домохозяин, много работающий человек, можно в наушниках сейчас, разные работы позволяют это делать, дальнобойщик может и слушать, в магнитоле, в чем угодно, да, сторож может где-то слушать, еще там, да, рабочий на заводе, я работал на стройке, слушал аудиокниг полным-полно, да, вот, многие кто может, может это делать, и человек даже целый день занятый, он сколько-то времени едет на работу, есть обеденные перерывы, вечера, отдыхи, есть выходные дни, праздничные, смотря какая у вас шкала ценностей в жизни, весы, вот, и, когда я спрашиваю даже из близких, вот знаю, что очень многие у меня люди окружающие меня, и не, так и не просмотрели, все целиком, ну, меня удивляет, вот, потому что, это выдает как за похвальство, но я говорю, вы покажите мне лучшее, я говорю, что лучшего материала на ютубе на сегодня, вы вряд ли найдете, потому что я говорю, покажите мне хотя бы один канал, где Библия, не сборная солянка, там, с какого-нибудь союза, там, то один батюшка что-то начитает, то другой там, кем-то кусочком соберут, покажите мне человек, который один взял, вот так вот это сделал, не вырывая там и кусочками, они хоть и назовут цикл Ветхий Завет, читают вырвано, отдельными главами, там, эпизодами, да, половина скрывая, вот именно, а уж как они комментируют, и на какие места обращают внимание, почему все самое гадкое и противное, о чем бы надо поговорить, что это тут делает, и как к этому относиться, они не будут делать, нет, а это очень важно, где вы найдете свободного во Христе, который никому ничего не должен, я свои ролики записываю, у меня нет авторитетов, нет господ, они же все рабы, они в рамках системы, все, вот так вот, так что, этот материал-то уникальный, и почему бы не прочитать все это, это к теме Корана, я думаю, что можно найти время, я убежден в этом, пусть не так, как я в своей жизни, будучи абсолютно ничем не обремененным, ни семьей, ни там, еждивением, может быть, родителей, каких-то там, больных родственников, еще чем-то, да, абсолютно свободным по жизни, да, я смог оставить все ради Христа в свое время, пусть у вас есть, там, семьи, дети, жены, еждивенцы, работы, какие-нибудь, много занимающие время, все равно можно найти время, год, два, три, пять, десять лет, может, в вашей жизни пройдет, но вы будете знать, пусть это будет к старости, но ты познаешь полноту счастья, вот это вот знание, ведение, которое ты применил в русле познания истины, оно сделает тебя абсолютно счастливым, у тебя не останется вопросов, у тебя не останется пустых комнат, которые ты будешь думать, слушай, вот туда ты не добрался, а вдруг там, зло или добро, истина или ложь, вот я всем свидетельствую по себе, я счастлив, я все знаю, это очень важно, это чувство, оно непередаваемое, его можно только испытать, ведь я же так же мучился, я же опять на своем примере показываю, я так же терзался, я так же не мог насытиться в свое время, я не мог себе представить свою жизнь без мудрецов, без мудрых книжек, без мудрых наставлений, братьев и сестер, я думал, что все равно я всегда буду маленьким ребенком или стариком с костылями, мне все равно нужна будет сюда помощь, но, я кстати, я рассказывал, я находил такие отголоски у святых там отцов, у православных, пирас по Мусаака Сирина я такое прочитал, он говорит, настанет время, когда ты оставишь все книги, я тогда, как, как, не может быть, но я читаю, я чувствую, у меня теплота, это же круто, я понимаю, что я зависим, я свою жизнь без Евангелия вообще не представлял, я читал его за поем с утками и с курами, кто-то по шуте, да, целыми днями, годами, тысячи раз я его прочитал, Новый Завет сколько я прочитал, пусть меньше раз, подразумевая под этим апостолов, книгу, деяния, не их послания, Ветхий Завет, я говорю, все вот эти знания, сколько всяких советской, светской литературы, сколько таких мудрецов, как тот же там, Клайв Льюис, да, когда-то я черпал, черпал, сколько я современников на Ютубе переслушал, богословов, великих или нет, попов, или пастырей протестантских, там, и католических проповедников, настал тот момент, вы не представляете, какое-то реальное освобождение и счастье, вот отсутствие вот этого, казалось бы, полное познание, это конец, нет, это смерть, что-то застой какой-то, нет, это, я не знаю, как это словами описать, это полное удовлетворение, вот так вот, поэтому я всем этого желаю, именно от этого, я опять записываю даже вот такой ролик, говорю вам об этом, многим это еще, многие не доросли до этого, для многих это камни, грубая пища, как для ребенка, он еще не сможет сухари грызть, когда для взрослого сухари, мело дело, с пивасиком или без погрызть, вот, многие не доросли до этого, но, если вы слышите отголоски теплоты и радости от этого, значит, что вы при дверях, идите по этому пути, познавайте, не оставляйте ничего, что вас гложет, ответьте для себя на все вопросы, разбейтесь в лепешку, найдите ответы на все вопросы, какие вас в жизни интересуют, это возможно, вот так вот, есть ключи, которые дают не само, как и родители, они не будут решать за вас все проблемы, суть любого учителя, родителя, что я занимался всю жизнь, я всем говорил, посмотрите на тех, кого я взрастил, я не взращивал из них вечных маминкиновых, христолюбских сыночков, нет, я всегда пытался, когда это делал Иисус, из учеников сделать учителей, самодостаточных личностей, способных, есть формулы, по которым решаются все вопросы, любовь, свобода и бессмертие, определенный накопительный уровень опыта жизни, вот этого, святой жизни, и потом у тебя отвечает, у тебя ответ есть на все абсолютно вопросы, ты не можешь за человека во всех ситуациях жизни за него решать, но ты можешь научить его решать, это очень важно, сделать его свободным, чтобы он на тебя не спрашивал, как ничего, он сам знает, как ему поступить, он становится не бояться, перестает решать сам, понимает, что ну не получится, получу практику, точнее попрактикую, а если не получится, получу опыт, в следующий раз буду умнее, даже это, то, что человек все зарастил, не боязнь практиковать, из-за этого получать личный опыт, вот так вот, поэтому такое вот вежество, пущенное на благо познания опытного жизни, практичного и опытного жизни, это очень важно, это ни в коем случае не лишнее, даже это очень важно, так что вот так вот, и поэтому, записал я и так достаточно, если я уже сам успокоился, и как я сказал, я сам, а почему я считаю, что того контента, который я произвел на этот Божий свет, достаточно, у меня мир в душе, а значит я понимаю, что если человек хочет, то может взять мой канал, начать от начала, слушать ему до конца жизни хватит, завтра я может пойду в иной мир, или сам оставлю больше, это все записывать, я не люблю жевать одно и то же, я заскринил много, не много, ну так, какие-то комментарии, вот как про это Коран, и вчера перелистывал, я когда сейчас после двухмесячного отпуска, так скажем, вышел до этого отдыха, я их, ну, два ролика записал, кто видел, да, там предыдущие, другие смотрю, и желания нет, опять, я уже об этом говорил, все об одном и том же, опять, все те же самые вопросы, претензии, уже есть на них, в принципе, ответы, ну, может там чуть с другой стороны, стороны на один градус, вопрос задан, по той же самой проблематике, непониманию, уже нет никакого желания, я говорю, новый завет по второму кругу, особо писать, нет желания, без желания, конечно, делать ничего не надо, но аппетит приходит во время еды, я знаю, что если Бог положит на сердце, я запишу, Корана даже достаточно той половины, что я записал, по объему, это половина уже Корана, по номерам сур, 30% записано, но они первые суры самые большие, уже этого достаточно, чтобы общую мысль понять, и понять, что и во второй половине ничего доброго, ты там более доброго не найдешь, скорее еще наоборот, если только усугубляться не будет, но Бог положит на сердце, и благословит здоровью, силам и временем, ну, да запишу, нет, и этого уже достаточно, я понимаю, что любой человек, если захочет, его будет тянуть к моему контенту, он будет слушать меня, слышать голос истины, да пожалуйста, смотри, вон, по порядку, от начала до конца, а если нет, ну, какая разница, я еще 100 роликов, тысячу еще запишу, другую тысячу, и что это изменит, ничего уже не изменит, меня больше вдохновляет, если какой-то у меня был, там еще есть идея, кое-какого детского направления, плейлистом, один я как-то говорил, что есть, не стал раскрывать всех тонкостей, вот, и сейчас даже не хочу говорить, даже формулу, потому что вы тогда раскусите, пусть будет загадкой, то есть, мне интересно что-то новое, кардинально хотя бы, с другой стороны, зайти, да, с детского формата, да, это мне еще интересно, а уже знаете, одно и то же, жевать, когда человек просто уперся рогом, закосневая вас летом, мне что-то хочет, ну, сколько я буду там на эти комментарии, темы придумывать, порой уже и мозги-то не работают, да, а уже тоже ты понимаешь, что уже это, 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 обо всем в основном поговорил, вот, так что вот так вот, ну, все, на это у меня все, что-то я затянул с этим роликом, полтора часа, ну, это, кстати, отчасти сказывается, вот эта передышка, я с удовольствием болтаю, ну, у меня всегда такой формат, я почему и говорю, что, конечно, мои ролики очень длинные, часов за все время получилось, очень много, да, и они все, я говорю, важны, послушав этот ролик, о Коране, так скажем, когда четыре комментарии, какие-то ответы, это же не даст вас понимания, все равно, это будет только мои мысли, вы скажете, вот, христолюб сказал, что в Коране плохо, а что плохо, что конкретно, ты будешь мусульманом говорить, ты будешь кооперировать к авторитету христолюбца, да вот он там говорил, что плохо, я ему доверяю, не надо мне доверять, сама вкуси, точнее, не вкуси, да, опять возвращаемся к теме Евы, попробуй, потрогай, потрогай Коран, потрогать можно, почитать, не вкушай, вкусишь это, то есть начнешь прокатиковать, пойдешь обрежешься, ну вот тогда все дерьмо хапнешь, а потрогать, пожалуйста, посмотри, что это есть, есть там что доброе, это очень важно, очень важно, для любого мусульманина аргумент, что христолюб сказал, для него никто, я никто и правильный, не должен быть никем, точно такой же человек, а вот то, что ты скажешь, я прочитал, и я сделал выбор, какого у него, все, вы его обезоруживаете, что он вам скажет еще, ну, как я говорил там, а, да там вот есть богослов, ты скажешь, а кто мне богослов, я сам прочитал, тогда есть христолюб, для меня богослов, если он начнет кому-то, тогда вы можете сказать, а вот этот богослов, тот сказал про твой Коран, и все, опять вы ему бьете тем же, да, оружием, каким и он вас, а кто-то там дядя Степа сказал, ну, скажете, вон мой дядя Степа, которому я доверяю, сказал, это не аргумент, это не объективный аргумент, это твой дядя Степа, для тебя он авторитет, а для меня вот есть другие авторитеты, вот так вот, все, на этом все, желаю вам всем познания истины и обретения того счастья, о котором я сегодня так много говорил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok